Продолжение следует... Я приветствую всех тех, кто вместе с нами вечером летнего дня. Вы смотрите Псков, канал Гражданин ТВ. Я Лев Шлозбрак, ведущий живого эфира, депутат Псковского областного собрания и председатель Псковского яблока. Мы выбрали сегодня тему, которая, наверное, во многом является символической для многих последних лет российской и не только российской жизни. Эта тема известна всем, кто причастен к антивоенному движению, всем, кто причастен к рок-музыке и панк-музыке. Это знаменитая фраза Джона Леннона, которая прозвучала более 55 лет назад. Это знаменитая песня Might Games. Это игры разума. И эта фраза I want you to make love, not worth. I know you've heard it before. По-русски это будет... Конечно, ты слышал об этом раньше, но я хочу, чтобы ты занимался любовью, а не войной. Это прямой призыв Джона Леннона к молодым людям тогдашнего времени. Антивоенный призыв. Эта песня и эта фраза стала символом антивоенного движения во время Американско-Вьетнамской войны. И эта песня пережила эту войну. Это антивоенное движение. Эта фраза стала символом гражданского сопротивления, в первую очередь молодежи, именно молодежи, против войны. Эту фразу снова пришлось вспомнить в связи с последними событиями вокруг известного, когда-то казавшегося независимым, фестиваля нашествия, который проходит в Тверской области. И в течение последних недель стало известно, что несколько российских групп, рок-группы и панк-группы, отказались от участия в фестивале нашествия в связи с его милитаризацией. В той или иной форме они сделали заявление о том, что шепство, назовем это так, Министерство обороны над этим фестивалем делает невозможным участие этих команд в выступлении, поскольку это несовместимо с их принципиальными гражданскими убеждениями, в том числе напрямую пацифистскими. Тем, кто следит за нашествием, конечно, нечему удивляться. Фестиваль очень сильно изменился за последние годы. В прошлом году он стал известен и комментировался не столько в связи с выступлениями различных команд, но в связи с тем, что значительная часть площадки фестиваля была занята военной техникой, в том числе танками. И это была фактически пропаганда милитария, что, безусловно, несовместимо с рок-культурой и панк-культурой. Это обратило на себя внимание. Неизвестно по этим причинам или по каким-то другим, но в прошлом году уже стало известно, что ДДТ Юрий Шевчук не примут участие в этом фестивале. И вот сейчас несколько, ну скажем, мягко менее известных групп и исполнителей, но известных в своем кругу, в своей аудитории заявили о категорической невозможности своего участия. Я приветствую этот протест, потому что протест против войны, он органически совместим с культурой. Когда лидеры культуры, в том числе музыкальной культуры, молодежной культуры, люди, которые общаются с молодежью, заявляют, что война – это неприемлемо, что война – это противоестественно, что любая пропаганда войны, она антикультурна. Это действие против культуры и против жизни. Это имеет огромное значение, потому что в свое время вот эта песня «Игры разума», она сыграла огромную роль в антивоенном движении в США, в том числе во влиянии на американскую политическую элиту и принятие решения о прекращении Американо-Вьетнамской войны. Это очень серьезная история, и на самом деле, безусловно, Джон Леннон, Битлз и наши нынешние группы, заявившие о своем категорическом неприятии пропаганды войны на музыкальном фестивале – это разные культурные масштабы. Но здесь важен не масштаб исполнителя и не тот факт, что тогда Джона Леннона слышал весь мир, сейчас эти исполнители известны в аудиториях, которые иногда даже называют андеграундами. Дело не в этом. Культура может быть в андеграунде. Это не страшно и не опасно. Важно, чтобы раздавались голоса принципиального несогласия с пропагандой войны. На самом деле пропаганда войны является преступлением. Об этом забыли. Об этом просто забыли. Пропаганда войны, согласно уголовному кодексу, является тягчайшим уголовным преступлением, потому что это пропаганда убийства людей. Тем не менее, все меньше и меньше в нашей стране раздается антивоенных голосов. И когда музыканты, общающиеся с молодежью, говорят о своей антивоенной позиции, это имеет очень большое значение. Я очень надеюсь, что вопрос не в том, что они не приехали на фестиваль. Вопрос в том, что они категорически не согласны, категорически не приемлют пропаганду войны и не хотят участвовать в мероприятии, которые связаны с пропагандой войны. Организаторы фестиваля довольно нервно отреагировали на эти протесты. Как мне кажется, реакция организаторов показывает, что в действительности они почувствовали на себе эти удары. И во многом, существенно во многом, они пытаются компенсировать не участие одних команд, а участие других. В «Коммерсанте» была удивительная информация, что вместо этих групп приедет ансамбль песни и пляски имени Александрова. Почему нет? В прошлом году детский хор ансамбля Александрова выступал на нашествии, и кто бы сказал, что это рок-фестиваль. Я, допустим, усомнился бы. Но что еще важно? Важен сам по себе ответ, и этот ответ предполагает воспоминание. А воспоминание заключается в том, что вот недавно, считанные месяцы тому назад, ансамбль Александрова, ввиду по официальной версии несчастного случая, почти в полном составе, разбился на самолете Ту-154, когда летел в Сирию поздравлять российские войска с Новым годом. Летел на ту самую базу «Хмимим» и разбился на вылете из аэропорта Адлера. Погибли все находившиеся на борту, не только музыканты ансамбля, но погибли и благотворители, в частности, знаменитая доктор Лиза. Эта война их убила. Российская война в Сирии убила этих людей. Ансамбль Александрова является, конечно, воинской частью, но не является воюющей единицей в буквальном смысле. У этих людей в руках не автоматы, а инструменты, музыкальные инструменты. Это высококлассные, во многих случаях, великие артисты, исполнители. И они погибли просто потому, что в Сирии шла война. И им приказали, фактически приказали, встретить вместе с воюющими военнослужащими Новый год. Вот так закончилась их жизнь. Поэтому фраза «люби, а не воюй», «занимайся любовью, а не войной» она верна на все времена, она верна в том числе для нашей страны сейчас. Война – это страшная жестокость. Война делает человека жестоким абсолютно. Как и многие из вас, кто слушает сейчас эту передачу, мы общались. У нас есть опыт, счастливый опыт. Мы успели увидеть настоящих участников войны. И они рассказывали нам еще, школьникам и потом студентам. У нас были преподаватели, участники войны в Пскове. Борис Петрович Селецкий, Евгений Александрович Маймин, Юрий Михайлович Мухин. Великие имена для псковской и петербургской науки и культуры. И они все говорили одно и то же. Война – это кровь, война – это грязь, война – это слезы, война – это страх. Война – это как-то человека пытаются сделать нечеловеком. И, собственно говоря, это то главное, что должен знать человек о войне. И любая пропаганда войны – это попытка объяснить людям, что война на самом деле – это нормально. Что война – это можно, что это естественно. Что это естественно для государства, что это естественно для политиков. Это вообще естественно для людей убивать друг друга. Пропаганда войны – это пропаганда бесчеловечности. Пропаганда войны – это пропаганда убийства людей. Поэтому я еще раз хочу сказать, что я приветствую решение музыкантов не участвовать в нашествии, потому что нашествие, по сути, оккупировано. Оно стало совершенно другим фестивалем. Дай Бог счастья всем тем, кто принял решение участвовать в нашествии и продолжить обращаться к людям на этом фестивале, может быть, чьи-то слова будут о мире, об антивоенном движении. Но о каком мире, каком антивоенном движении можно говорить в окружении военной техники, где вся атмосфера говорит о том, что людям, приехавшим на музыкальное фестивальное шествие, рассказывают о красоте войны. А война – это урод, война не может быть красивой. Война – это урод. Очень тесно с темой войны связана тема насилия в местах лишения свободы. Война – это тоже своего рода лишение свободы. Человек, идущий на войну, он выполняет приказы, выполняет их зачастую как человек, лишенный свободы воли. Он обязан выполнять приказ военнослушащий на войне, обязан подчиняться приказам. И это приказы убивать, убивая других. Человек защищает себя и, может быть, получает шанс на сохранение своей жизни. Минувшие недели были чрезвычайно богаты на очередные чудовищные сообщения из мест лишения свободы. Из Ярославля, из Брянска, из других регионов мы получили очередные свидетельства пыток, самых настоящих пыток в местах лишения свободы. И эти пытки зачастую заканчиваются смертью людей. И это все стало свидетельством гласности только благодаря тому, исключительно благодаря тому, что информация об этом просочила свет. Адвокаты сообщили о пытках, записи этих пыток были опубликованы, в частности, на сайте «Новой газеты». Совершенно дикое зрелище. Я не смотрел, но я видел реакцию людей. Кто это видел? На кадрах не люди, на кадрах звери. Их нашли уже в социальных сетях. Вот они вместе с семьями, с детьми, в том числе с маленькими детьми. Такие примерные отцы, такие заботливые главы семейства. Вот они на этом видео. Это звери, это садисты. Они готовы убить человека, они получают удовольствие от того, что они делают. Садизм – это не просто причинение мучений другому человеку. Садизм – это получение удовольствия от этих мучений. Эти люди совершенно деградировали морально. Человек, получающий удовольствие от мучений другого человека, он расчеловечивается. Он перестает испытывать естественные человеческие чувства жалости, сострадания, сопереживания. Мы в очередной раз увидели, что российская ФСИН, Федеральная служба исполнения наказания – это прямая наследница ГУЛАГа. Я бы даже не сказал, что внучка, скорее, дочка. Наследница по прямой. Эта система делает зверями людей, которые в ней работают. Она создает все условия для того, чтобы над заключенным издевались люди, вымещая на абсолютно беззащитных людях, а заключенный в тюрьме, в месте лишения свободы, еще менее свободен, чем человек на войне. Потому что на войне есть некое братство, и командиры помогают солдатам. А в местах лишения свободы сотрудники учреждений Федеральной службы исполнения наказаний – это не помощники заключенных. Это на самом деле надзиратели в чистом виде, и в них просыпается часто нечто звериное, то, что, может быть, они сами в себе не подозревали. Система исполнения наказаний – это, может быть, для кого-то будет являться огромной новостью. Должна на самом деле быть системой правозащитной, системой, защищающей права человека, потому что лишенной свободы человек, лишен только свободы, но он не лишен личного достоинства, и вся система исполнения наказаний должна находиться на службе у этих людей, защищая их права. Но лишение свободы – это и есть наказание, и больше ничего не может быть с этим связано. Почему российская система исполнения наказаний стала рассадником преступности, в том числе детской преступности? Потому что она делает человека преступником окончательно, она формирует его как криминальную личность. Система отношений людей, тех, кто сторожит, и тех, кто сидит в этой системе – это очень своеобразная система, она возникла, конечно, до ГУЛАГа. Это система еще давних отношений в тюрьмах, в царские времена, которая была в советской системе, можно сказать, реинкарнирована в идеологические мучения. И когда мы получаем очередные подтверждения зверств в местах лишения свободы, все, что мы можем сказать, все, что мы можем убедиться, что лишение свободы в нашей стране – это унижение человека. Это не просто лишение свободы, это стремление раздавить его как личность, отомстить ему. Кстати говоря, люди, которые работают в системе ФСИН, у них нет личных мотивов мстить, но их вводят в систему, которая идеологически нацелена на унижение и моральное уничтожение человека. И как-то все это роднится. Вот в каком-то особенном страшном родстве находится пропаганда войны, и в том числе на мирном рок-фестивале, и одновременно с этим уничтожение, моральное и физическое уничтожение людей в российских тюрьмах и колониях. Это все звенья одной цепи, это все логически, органически связанные между собой человеческие уродства. Что мы можем противопоставить этому всему? Это вопрос, который звучит сразу же. Вот сегодня стало известно, что Григорию Михнову Войтенко, священнику, сыну Александра Галича, об этом не все знают, что он сын поэта Александра Галича, ему отказали во встрече с Олегом Сенцовым. Он поехал на встречу с заключенным, будучи священником, и был уверен, что в соответствии с саном, который он носит, ему разрешат встречу с Сенцовым. Ему не разрешили. К Олегу Сенцову беспрепятственно ездят российские государственные уполномоченные по правам, федерального регионального уровня, госпожа майора Маскалькова сказала, что Сенцов прекрасно себя чувствует, и ей там подхихикивал местные региональные уполномоченные по правам человека. В любой приличной стране. Во-первых, они бы туда не поехали в том виде, который сейчас они себя представляют, а если бы вдруг поехали и высказались так, как высказались, то к концу суток их визита к Сенцову они были бы лишены своих постов, как лица, не соответствующие занимаемой должности, органически и совершенно категорически. И что мы можем в этой ситуации сделать? Мы, граждане, которые можем высказываться, но не можем управлять государством. Мы должны говорить. Честь и хвала адвокату, который свидетельство пыток донес до журналистов. Честь и хвала журналистам, которые опубликовали свидетельство пыток и сделали неизбежную реакцию государственной системы на очевидный, зафиксированный со всей полнотой доказательств уголовные преступления. И смотрите, выясняется, что 22-летний парнишка, следователь, лейтенант, к нему уже обращался, тот самый человек, о том, что его пытают. И он отказал в возбуждении уголовного дела при исчерпывающих доказательствах, материально представленных доказательствах, потому что, безусловно, ему приказали сверху не давать делу ход. И он подписал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Теперь уголовное дело возбуждено против него самого. Это полностью соответствует гулаговской системе. Сначала вы выполняете незаконные приказы, а потом система уничтожает вас. Я надеюсь, что этот парень скажет, кто ему приказывал закрывать уголовное дело при наличии всех признаков и доказательств состава преступления. Эта система не просто всиновская, это система не просто военная. Это вообще государственная система России. Вот невозможно в этой ситуации не делать больших обобщений. Они неизбежны. Они совершенно неизбежны. Когда не поговорив с людьми, не обсудив ситуацию с обществом, десятки миллионов людей лишают возможности выйти на пенсию в тот срок, который они сами себе уже наметили, каким-то образом спланировав свою жизнь. Когда в стране, где средняя продолжительность жизни мужчины менее 65 лет, мужикам заявляют, ну что, мужики, теперь-то вы точно не доживете, но платите пенсионные взносы, платите, иначе мы посадим ваших работодателей. Это что? Это моральное унижение. Это бесчеловечность. Это абсолютно наглость государству, которое открыто и совершенно откровенно говорит людям. Люди, вы ничто. Вы пыль на наших ногах. На ступнях большого, мощного, каменного государства. Чем все это кончится? Это кончится тем, что это государство разрушится. Он сейчас чувствует себя очень сильным, уверенным в себе. Но как-то удивительные вещи происходят. Я вам сейчас скажу свое наблюдение. Я работаю, как вы знаете, в Псковском областном собрании депутатов. Это дом советов, где работает также администрация области, там же офис губернатора. И у нас весной этого года в Крыле, где работает губернатор, обычную охрану работала частная охранная компания. По-наему, может быть, даже не частная, неважная. Заменили на Росгвардию. А после внесения в Государственную Думу закона о повышении пенсионного возраста Росгвардия появилась и в нашем крыле на вход в областное собрание депутатов. Теперь хоть налево иди в областном собрании, хоть направо. Везде Росгвардия. Без пропуска не зайдешь. Как говорит один забавный персонаж российского телевидения, случайность? Не думаю. Вот мне тоже кажется, что ограждение Росгвардии зданий, где работают региональные органы власти, исполнительные, законодательные, это тоже знак нашего времени. Власть даже вот такая, стоящая, по сути дела, на земле, отгораживается от людей. Старается, чтобы в случае чего между властью и народом были люди в погонах. При этом предполагается, что люди в погонах – это не народ. Но вот когда они служат в ОФСИН, они же оказываются легко предрасположенными к садизму. А кто сказал, что они не будут стрелять в народ, если им прикажут? Это все очень плохо пахнет. Это запах войны, это запах революции, это запах массовых репрессий. Мы так и не пережили сталинизм. Наша страна не смогла пережить сталинизм. До сих пор вспоминается 30 октября минувшего года, когда Путин открывал, это было неизбежно, стену памяти в Москве, где есть и Псковский квадратный метр мостовой, взятый с территории Старовознесенского монастыря, где пытали и расстреливали заключенных до того, как их стали увозить в Ленинград, Левашовскую пустошь, и казнить. Несколько десятков человек погибли здесь, и последние двое имен казненных были установлены Псковским мемориалом буквально только что этим летом. И буквально 10 дней назад состоялось литья в этом месте в память об этих двух людях, имена которых еще недавно были неизвестны. И вот с территории этого монастыря, где в доме настоятельницы располагалась Псковская НКВД, квадратный метр булыжника был перевезен и положен перед этой стеной памяти. И вот Путин вместе с патриархом Кириллом, как официальные лица, не называя имени Сталина, не говоря о возмездии палачам, но тем не менее вынуждены присутствуют на открытии этой стены, потому что 80-летие репрессий официальные власти пропустить уже не имеют права. Это большое достижение всего российского гражданского общества. И в тот же день, в тот же день, совершенно не стесняясь, директор ФСБ, господин Бортников, дает интервью, в котором с гордостью говорит, что нынешний ФСБ – это наследница КГБ. И это наследие вызывает в него чувство гордости. Это естественное правоприемство, это желание показать, что мы оттуда, вот эти наши корни – Дзержинский, меч, щит. Кровь на руках. Они этой кровью гордятся. Они гордятся тем, что они были карающим мечом варваров и палачей. И это все одно и то же. Попытки сделать рок-фестиваль в фестивале пропаганды войны, пытки в тюрьмах, интервью руководителя всесильной спецслужбы, которая становится сильнее буквально с каждым днем – это все та же самая традиция расчеловечивания и та же самая традиция жестокости по отношению к людям. Поэтому еще раз в заключение своего вступления я хочу сказать большое спасибо всем тем музыкантам и даже просто рядовым участникам, которые пишут в своих социальных сетях. «Я не поеду на нашествие, потому что это пропаганда войны. Я не буду это смотреть, я не буду это слушать. Это неприлично, я не хочу там быть, потому что это война, а не любовь». Так что великие слова Джона Леннона продолжают уже более чем полвека спустя поднимать людей на борьбу за любовь, на отстаивание любви против войны. И это большая радость, большое спасибо всем тем, кто помнит эти слова. Друзья, отвечаю на ваши вопросы. Да, Роберт Киммих пишет, об этом сообщили уже все СМИ, что в Центральной Африканской Республике убиты тролли россиян, у них была аккредитация «Известий», журналист Архан Джималь, режиссер Александр Растрагуев и оператор Кирилл Радченко. По официальным данным, вот он сообщил «Интерфакс», причиной их гибели было ограбление, то есть их убили с целью грабежа. При этом известно о том, что они снимали в Центральной Африканской Республике фильм о деятельности частной военной компании «Вагнер». Тот самый, той самой ЧВК «Вагнер», которая так прославилась. В Сирии борьбой за нефтяные заводы и понесла потери, в том числе в печально известном эпизоде от войск США. Я сочувствую семьям погибших. Я был лично знаком с Арханом Джималем, мы общались с ним в Москве, и даже один раз в Пское, когда он приезжал на конференцию вместе с Максимом Шевченко. Собственно говоря, Максим Шевченко первый назвал его имя среди погибших. Гибель людей, любых людей – это большая трагедия, гибель журналистов – это всегда общественное событие, потому что журналисты исполняют свои обязанности. Но вот в Центральной Африканской Республике проходили съемки фильма о ЧВК «Вагнер». Вот так война находит своих жертв. Больше ничего не могу сказать. Мои соболезнования семьям тех, кто убит. Еще один вопрос. Пока все в танке. Вы верите, спрашивает, что с нынешним правительством можно попрощаться мирным путем, и что они так просто отдадут власть и пойдут под суд? Ну, могу ответить для тех, кто в танке. Конечно, нынешние российские власти не собираются мирно отдавать власть. Конечно, они это показывают всем своим видом. Но это не отменяет того, что наша с вами задача – мирно взять власть. В этом и заключается сложность нашей задачи, что мы должны отстранить от власти людей мирным путем, которые не собираются мирно отдавать власть и готовы защищать ее с оружием в руках, но не своими руками. В этом искусство политики. Я еще и еще раз хочу сказать уважаемым гражданам, уважаемые друзья, сторонников свободы, демократии, сторонников мира в нашей стране очень много. Очень много. Нас миллионы. Мы не знаем, сколько нас, потому что огромная часть этого мирного гражданского общества не ходит на выборы, не выражает свою гражданскую позицию. Я еще и еще раз хочу сказать, что одной из больших трагедий, настоящих трагедий минувших президентских якобы выборов 18 марта было то, что люди демократических, свободных убеждений, многие из этих людей не пошли на выборы, считая участие бессмысленным или критично относясь к демократическим кандидатам на должность президента. Не пришли миллионы людей. Мы все получили огромную оплеуху. У власти, в том числе лично у Путина, развязаны руки, полностью развязаны руки, вести и продолжать любые войны, в том числе в Сирии. Вот сегодняшние трое погибших журналистов – это последствия войн, которые ведет Россия за пределами своей территории, в том числе в Сирии. Мы не знаем ничего, я не знаю ничего о содержании этого фильма, но предполагаю, что это был фильм, который должен был показать эту частную военную кампанию как героических людей. Во всяком случае, звание Героев России командиры этой кампании получили за участие в объявленных и необъявленных войнах. Но вот сегодня жертвами этой войны стали трое журналистов. Вот к чему приводит, в том числе и наше с вами неучастие в выборах, потому что если люди приходят на выборы и заявляют, что они голосуют за партию мира, то власти будут вынуждены думать перед тем, как принимать решение о том, чтобы кого-то отправить на войну. А когда людей мира на выборах, считанные сотни тысяч, на всю страну, 2-2,5 миллиона человек, власти свободны вести любую войну, в любом месте посылать журналистов снимать фильмы, пропагандирующие войну, почему нет, если общество против этого не возражает, а голос тех, кто возражает, не слышит. Поэтому наша задача, наше искусство, искусство общества, искусство политиков заключается в том, чтобы мирно убрать эту власть, чтобы у нас с вами было 70%, чтобы они ничего не могли с этим сделать, просто ничего, и они уйдут. Если против них проголосует 70%, они не смогут не уйти. Потому что, когда 2-3 общества голосуют против власти, то войска не будут стрелять в народ. И Росгвардия не будет стрелять в народ. При таком преимуществе силовое удержание власти является политически невозможным. Данила Астанин. Привет всем. Не поворачивается язык сказать «добрый вечер». На фоне последних новостей об убийстве наших журналистов смогут ли музыканты существенно повлиять на распространение пропаганды военщины? Данила, я считаю, что музыканты, протестующие против войны, влияют. Влияют. Они показывают, что им не все равно. Что им не все равно в этой жизни. Что им не все равно, когда людей посылают на войну. Когда на музыкальный фестиваль приезжают на танках и другой военной технике. Они показывают, что честная рок-музыка и война несовместимы. И пусть их слышат те, кто их сегодня слышит. А я уверен, что их слышат миллионы людей. Ольга Лавриненко. Те рок-группы, которые отказываются от сотрудничества с властью, представляют настоящий рок, который не просто стиль музыки, но и стиль жизни, определенная форма гражданского самовыражения. Настоящий рок всегда был в андеграунде, в оппозиции властям всех стран. И часто именно такие рок-группы дали миру бессмертные произведения искусства. Ну вот слова Ольги Лавриненко можно просто заносить в учебники, хрестоматии и словари. Могу только подписаться под тем, что написала Ольга. Дмитрий Антошечкин пишет. Лев, аргументируйте утверждение о пропаганде. Любой танк и солдат теперь что ли пропаганда? Ну, Дмитрий, все очень просто. Рок-культура – это культура мира. И панк-культура – это культура мира. Она по определению антивоенна. И когда на рок-фестиваль, где выступают рок-группы и панк-группы, привозят военную технику, и фестиваль проводится под эгидой Министерства обороны, это органически несовместимо, в принципе, культурно несовместимо с рок-музыкой. Поэтому да, на фестивале нашествия военная техника – это прямая попытка задавить мирную, пропагандирующую мир и антивоенную позицию рок-музыку, задавить другой пропагандой, другими общественными и военными символами. Андрей Силантьев спрашивает. «Меня, как я отношусь к звенящей из телевидения главной национальной идее – злоба, зависть, насилие ко всем, не похожим на большинство?» Андрей, это является национальной идеей пропагандистов войны. Они это пытаются продвигать как национальную идею. Но это не является национальной идеей российского общества. Владимир Жалинский пишет. «Порнофильмы были недавно с концертом в Пскове. Кстати, да, они крутые. Солист убежденный пацифист, вегетарианец не пьет. Они невозможны в проекте Минобороны». Владимир, спасибо большое за точную иллюстрацию. Да, «Порнофильмы были в Пскове и были очень хороши». Иван Лебедев. «Хорошие фестивали выжимают из страны, как это было с Кубаной, последний раз проходившей в Латвии». Да, Иван, это так. Так, настоящие гражданские рок-фестивали, пацифистские рок-фестивали не вписываются в российскую политику взаимодействия власти и общества, потому что эта политика полностью милитаризована. Но, по счастью, есть интернет, по счастью, есть возможность ездить, в том числе и в соседнюю для нас Латвию, и слушать этих людей. Но что мы сейчас можем сказать, если одно из самых реальных, одно из немногих независимых российских СМИ, «Медуза», зарегистрировано в Латвии как иностранная русскоязычная СМИ. И это сайт латвийского средства массовой информации, вещающего на русском языке. Это знаки нашего времени. Но мы с вами можем узнавать правду, мы можем читать, мы можем общаться. Та территория, которая сегодня пронизана нитями гражданского общества, очень велика, очень значительно. Не нужно преуменьшать наши силы. Они достаточно существенны. Именно поэтому власть чувствует себя в постоянном напряжении. Она стремится захватывать все новые и новые территории, милитаризовать мозги молодых людей для того, чтобы не было воспитано то самое, о котором мечтал Петр Яковлевич Чадаев, первое непортое поколение. Но я думаю, что оно растет. Я вижу, что оно растет. Вендетта пишет много добрых слов. Что сейчас нет времени, посмотрит в записи и прочие добрые слова. Спасибо большое. Спасибо. Очень, очень рад. Шамиль Нрулов, наш псковский архитектор, поздравляет с прошедшим днем рождения. Шамиль, большое вам спасибо. Рад вас видеть здесь. Данила Астанин. Великий Джон Леннон был гуру протеста против военщины. Но фразу эту впервые сказал Гершин Легман в 1963 году. Я против войны и против того, чтобы детей толкали в Югент. Юнармию. Это Данила, я так понимаю, проводит параллели между печально известной молодежной военизированной организацией в Германии и нынешними попытками милитаризовать детство через юнармию. Ну, я очень благодарил Данила Астанина за упоминание о Гершине Легмане. Действительно, в университете Огайо в 1963 году он выступил с лекцией, где произнес эту фразу. Ну, вот так устроена мировая культура, что тот, кто ее сказал, тот сказал ее на университетской лекции в университете Огайо, а тот, кто ее спел, а это был Джон Леннон, он спел ее на весь мир. И его голос звучит до сих пор. Но тем не менее, автора фразы, конечно же, нужно помнить. И спасибо Даниле, что он об этом напомнил. Иван Миншенин пишет, есть такая штука, Стэнфордский эксперимент, там психолог доказал, что даже нормальный человек может стать зверем при получении абсолютной власти. Прекратили досрочно, люди сходили с ума. Иван, это еще раз показывает, что государство ответственно, полностью ответственно за ту систему власти, ту систему отношений, которую оно культивирует в стране. В нашей стране действительно культивируется система тюремных отношений. Притом во всем, в обществе, в политике, в социальной сфере, в любых сферах, где есть государство, оно пытается культивировать тюремные военизированные порядки. Оно ведет себя как полицейское государство, потому что оно им является. Ну, известная же фраза. Если нечто ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, это, скорее всего, утка. Если государство ведет себя как полицейский, то это полицейское государство. Так, Андрей Силантьев общается с Иваном Меньшениным о сути Стэнфордского эксперимента в связи с пеницационарной системой России. Ну, я приветствую это общение, но я думаю, что это можно сделать в чате непосредственно. Игорь Александрович спрашивает, как я думаю с этими садистами из ФСИН, перестанут ли здороваться соседи по подъезду? Я уверен, к сожалению, что нет. Игорь Александрович, не перестанут. Не перестанут, будут здороваться. Даже, возможно, будут сочувствовать. Скажут, ну вот вы же охраняли этих уродов, этих преступников, охраняли их, чтобы они не напали на нас. Всегда найдут оправдание человеческой жестокости и мерзости. Только от этого преступления не перестают быть преступлением. И звериная жестокость не перестает быть звериной жестокостью. Вадим Лейбин. Да, да, это то, что мы сегодня обсуждали в начале эфира про гибель Растрагуева, Радченко и Джималя, которые снимали фильм про ЧВК «Вагнер». Владимир Зезин. Привет, Володя. Привет, чебоксарам. Пишет, что вчера Навальный и Гудков обменялись репликами про оппозицию. Планируете ли вы в своей программе освещать региональные выборы, в которых участвуют яблочники? Володя, я в курсе обмена эмоциональными репликами между Алексеем Навальным и Дмитрием Гудковым. Ну, собственно говоря, все граждане и даже политики имеют право выражать свое мнение. Я думаю, что дискуссия будет иметь продолжение. Мы освещаем здесь, на канале Гражданин ТВ избирательной компании «Псковского яблока» и делаем это еженедельно. Делать репортажи об избирательных компаниях «Яблока» в других регионах у нас нет физической и технической возможности. Для этого мы должны, как справедливо пишет Володя, посетить. Эти регионы такой возможности нет. Мы ведем сейчас 17 избирательных компаний. В них участвует 18 наших кандидатов. Мы абсолютно загружены выборами и до 9 сентября включительно, включая ночь подсчета голосов, никакими другими выборами, кроме проходящих в Псковской области, мы заниматься не сможем. Иван Сидоров пишет. Говорить о беззакониях можно, изменить эту систему нельзя. А как накажут стрелочников и видеоаппаратуру забирать? А так накажут стрелочников и видеоаппаратуру забирать будут? Иван, с этой системой можно и нужно бороться. Нужно признать, что российская система исполнения наказаний сохранила в себе все органические наследственные родовые пятна ГУЛАГа. Это задача для демократических властей новой России сделать систему исполнения наказаний только системой лишения свободы, но системой, где сохраняется достоинство человека. Это одна из принципиальных задач, потому что через российские зоны самого разного уровня и типа прошли миллионы людей, если пересчитать всех граждан России, ныне живущих, все почти 145 миллионов человек. Я не могу назвать точные цифры, потому что она постоянно меняется и статистика людей, которые побывали в местах лишения свободы является ежегодной. В пересчете на все население я цифр не видел, но по моей оценке минимум свыше 5 миллионов человек из ныне живущих в нашей стране людей так или иначе были лишены свободы. То есть я говорю не о людях, которые получили условное наказание или какие-то другие иные виды наказания, я говорю именно о людях, кто был физически, фактически лишен свободы. Это не менее 5 миллионов человек. Возможно, эта цифра существенно выше. Эти люди выходят из этих мест лишения свободы, часто ожесточенными. Очень многие из них становятся рецидивистами, совершают повторные преступления. Поэтому гуманизация мест лишения свободы – это исключительно важная часть гуманизации всего общества. Иван Минщинин, продолжая дискуссию об отношениях политиков-демократов, правильно критически относились к Собчаку. Она сейчас показывает себя во всей красе пиара Собянина и поддерживая поднятие пенсионного возраста. Я могу только подтвердить, что нынешняя политическая, открытая, публичная позиция Ксении Собчак еще раз доказывает, что ее участие в выборах президента России было хорошо срежиссированным, или не знаю, кто-то считает плохо срежиссированным спектаклем, который был, безусловно, подготовлен в властных кабинетах. И как только потребовалась ее помощь мэру Москвы Собянину, с которым она и раньше находилась в весьма хороших отношениях, эта помощь оказывается, хотя говоря, не только Ксении Собчак, но и многими другими политиками, которые заявляли о своей как бы оппозиционности, сейчас полностью раскрыли свои позиции. Они открыты и публично поддерживают Собянина. И в этой ситуации вопрос об их оппозиционности уходит с повестки дня. Это действительно так. Эдуард Шубницын поздравляет меня с днем рождения. Эдуард, большое спасибо. Иван Лебедев задает вопрос неожиданный. Как я отношусь к тяжелой музыке? Иван, примерно лет 25-30-35 назад я к ней относился вполне неплохо. Я помню группы, которые в то время были хедлайнерами, и тогда это было на пластинках. Мы покупали эти пластинки. Я помню, насколько это было действительно интересно. Но как-то у меня со временем это прошло. То есть вот мне это нравилось как часть культуры. Наверное, это соответствовало энергетике 80-х, начало 90-х годов. Вот такая тяжелая музыка, она была созвучна тем тектоническим, на самом деле, политическим процессам, которые в нашей стране тогда проходили. Ну, тот же «Черный кофе». Я до сих пор помню деревянные церкви Руси. Это была музыка выдающаяся. Я до сих пор помню эту песню, потому что я уже тогда интересовался русской архитектурой, в том числе и северной архитектурой, деревянной. И я очень хорошо понимал, о чем поет «Черный кофе» в этой песне, потому что у них получилось попасть вот в этот образ творцов этих замечательных храмов. Поэтому могу сказать, что у меня были пересечения с тяжелой музыкой, но как-то вот сейчас это не находится рядом со мной. Михаил Беляев пишет. Я тоже критически смотрю на всех кандидатов, но это не значит, что голосовать не нужно. У всех кандидатов есть недоставки, но выбирать нужно лучшего из тех, кто есть, иначе Путин. Но, Михаил, это будет полезно вспомнить то, что вы говорите, и напомнить много раз, раз десять, думаю, не меньше, перед следующими большими общероссийскими выборами и парламентскими, и тем более президентскими. Иван Меньшинин советует Дмитрию послушать песню порнофильмов «Пьяный контракт». Там все раскрывается про пропаганду и вербовку. Пока все в танке. Ага, наконец-то. Слава Богу. Слава Богу. Представляется. Меня зовут Василий. Вы знаете, как я рад, когда из танков вылезают живые люди. Ну, как так можно обращаться к человеку, пока все в танке привет? Ну, мы все можем залезть в танк, но это как-то некомфортно. А вот я теперь буду знать, что в танке Василий. Василий, я приветствую вас. Пишет. Возвращаясь к теме выборов, вбросы просто дикие подлоги, массовые искажения результатов. Важнее, кто считает, а не голосует, к сожалению. Василий, мы это знаем. Поэтому на тех выборах, где мы боремся за победу, а это все выборы, в которых мы участвуем, мы стараемся обеспечить тотальный в несколько уровней контроль на избирательных участках. И во время досрочного голосования, когда оно применяется, и во время голосования на избирательных участках. В Гдовском районе в ноябре минувшего года четыре человека у нас контролировали выборы на каждом участке. Два наблюдателя и два члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса смогли сохранить победу. Без такого жесткого гражданского контроля на выборах в значительном числе случаев избирательные комиссии будут совершать уголовные преступления по приказу и страха по любым совершенным мотивам. Но они знают, люди, работающие в избирательных комиссиях, знают, что в любой минуту может раздастся приказ заменить, вбросить, выбросить, переписать. Мы с этим боремся. Кстати говоря, в том числе и назначая в членов участковых комиссий честных людей, при которых крайне затруднительно произвести уголовные преступления. Я еще раз хочу напомнить, нас наверняка смотрят хоть кто-то из членов участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. Хочу еще раз напомнить, что за совершение преступлений по ограничению избирательных прав граждан в Головном кодексе Российской Федерации предусмотрены наказания вплоть до лишения свободы до 6 лет. Я думаю, что никто из вас, ни один человек из вас не захочет провести даже один год, даже один месяц, даже одну неделю, даже один день в российских местах лишения свободы. Там просто убьют и все. Иван Меншинин продолжает. На выходных прошли массовые личные протесты против пенсионной реформы. Ну как массовые? На мой взгляд, не очень. А как на мой взгляд? Иван, на мой взгляд, тоже не очень. Но в данной ситуации важно не только количество вышедших с протестом, очень важно то, что сам протест на улицах продолжается, что люди выходят и заявляют свое несогласие. Это и есть школа гражданской политики, когда человек выходит на улицу, площадь и заявляет свою позицию. Это имеет огромное значение, колоссальное значение. Я абсолютно уверен в том, что сейчас не от количества протестующих зависит будущее направление развития нашей страны. Оно зависит от того, что эти протесты продолжаются, что люди выходят и говорят, что они не согласны с властями. И в том числе на псковском митинге, который прошел 28 июля, в субботу напрямую большая часть выступающих говорила о личной ответственности Путина за инициативу повышения пенсионного возраста. И абсолютная уверенность в том, что эта инициатива правительства была с ним согласована заранее. Просто потом что-то пошло не так. И выяснилось, что народ может голосовать за Путина, приветствовать Путина, смотреть футбол, бегать с бутылками пива по городу и кричать «Слава России!». Но потом наступает повышение пенсионного возраста. И те же самые люди смотрят на Путина, смотрят на «Единую Россию», смотрят на правительство, задумываются, как правило, не очень надолго, потому что все понятно сразу. И дальше все совсем нецензурно. Я не могу это произнести в эфире. И это нормальный процесс. Это нормальный процесс. Власти должны понимать, что что бы они не делали с пропагандой, как бы они не изощрялись в объяснении народа, что все, что они делают, это на пользу народа. Когда людей берут запеченку, люди понимают, что их взяли запеченку. И это очень важно. Это может быть самый важный процесс, который сейчас происходит в российском обществе. Осознание того, что есть на самом деле российские власти. Я об этом говорил на митинге 28 июля. Что еще должны сделать власти России, для того, чтобы люди поняли, что это не наша власть. Вот выступают на митинге, в том числе и оппозиционно настроенные граждане, и произносят фразу «наша власть». Я каждый раз поправляю. Это не наша власть. Это чужая власть. Это оккупационная власть. Наша она будет тогда, когда она будет защищать и продвигать наши интересы. А когда она не защищает и не охраняет наши интересы, а подавляет наши права и наши интересы, это не наша власть. Это чужая власть. Нурея Садыкова спрашивает, когда же народ начнет влиять на власть. Власть эта оборзела и очумела. Нурея, все просто. Все на выборы. Очень просто называется таблетка против вот этой наглости властей. Все на выборы. И голосуйте против. Мы знаем избирательную систему. Мы понимаем, на что она настроена. Она в принципе настроена на несменяемость власти. Но при этом, когда большинство людей голосует против власти, власть проигрывает выборы. Сначала маленькие муниципальные, потом будет проигрывать региональные, потом проиграет федеральные. Наша задача – приучать людей побеждать на выборах. И политиков, кандидатов, и граждан. Еще раз хочу сказать – на выборах побеждают граждане, избиратели. И потом уже политики. Иван Сидоров пишет, ему кажется, маловероятна обозримая перспектива появления демократической власти и 70% демократически настроенных граждан. Естественным путем до таких изменений я не доживу, а неестественным тем более. Дорогой Иван Сидоров, рейтинг господина Чаушеску за несколько дней до его свержения, кстати говоря, крайне печального и жестокого завершившегося гибелью Чаушеску, составлял примерно 85-90% по данным служб изучения общественного мнения Румынии. А потом случились печальные события. Выяснилось, что 90% народа их ненавидят. Просто ненавидят. Настолько ненавидят, что не смогли остановить расправу. Некому было защитить. Их никто не защитил. Поэтому я могу сказать, относитесь спокойно к тем рейтингам, что печатают всероссийские центры изучения общественного мнения и другие конторы, работающие по заказу политических властей нашей страны. Реальную общественную температуру отношений людей к власти вы узнаете не из опросов официальных структур изучения общественного мнения. Поэтому на самом деле никакой фантастической поддержки Путина, и тем более Единой России, и тем более правительства, которого нет, которое правительство Путина и Медведева не существует. Поэтому, возможно, мы в шаге от этих 70%. Ну, просто известно, что самая темная ночь перед рассветом, иногда очень трудно дождаться, дойти, не останавливаться, вот, что называется, доползти. Ну, как пел Высоцкий, от границы мы землю вертели назад. Было дело сначала. Кстати говоря, на минувшей неделе была годовщина кончины Высоцкого и годовщина его похорон, когда несколько сотен тысяч людей, по некоторым данным, свыше миллиона человек, вышли в Москве проводить Высоцкого во время Олимпиады, когда сами сообщения о его смерти были запрещены и всего в двух газетах вышли маленькие некрологи. Но вся Москва знала, вся Москва пришла прощаться, и смерть Высоцкого была колоссальным общественным событием, колоссальным. Он возвестил еще раз всей стране о том, что он пророк, о том, что он человек, который от имени народа, от имени десятков миллионов людей сказал правду тогда, когда ее было невозможно сказать нигде, но он ее пропел. Поэтому, Владимир Семенович, низкий вам поклон. Помним, чтим. Я время от времени переслушиваю Высоцкого. Можно сказать, песни нашего детства. У меня дома до сих пор стоят диски Высоцкого. Мы их всех коллекционировали. Наступил момент, когда их стало выходить очень много, именно после его кончины, когда он стал уже не опасен. И мы считали, смотри, шестая, седьмая, восьмая пластинка Высоцкого. Смотри, то, что слушали просто в переписанных кассетах, мы вдруг стали получать в виде пластины к фирме «Мелодия». Так что, кто мог думать в 80-м году, когда умер Высоцкий, что до краха советского строя остаются считанные годы. Ведь не верили, не могли себе этого представить. А это произошло. Поэтому будем думать о том, что мы рядом с победой. Владимир Лейбин пишет, к сожалению, «Черный кофе» и «Мастер» и «Ария» с ее производными сейчас поддерживают политику Кремля, как и Алиса. Ну, друзья, все свободные люди, включая рок-музыкантов, могут поддерживать то, что считают нужным. Но они остаются в культуре своими лучшими словами и лучшими песнями. А их лучшие песни – это правда. Когда они не поддерживали власть и были свободными рок-музыкантами. А то, что они сейчас пишут, оправдывая позицию власти и говорят, оправдывая позицию власти и даже защищая позицию властей, это компромисс совести. К нему приходят, к сожалению, многие люди, устав идти. Когда люди устают идти, они приходят к тяжелым компромиссам с совестью. Я желаю всем, чтобы вы никогда не совершали компромиссы с совестью. Кстати, вчера было прощание с Владимиром Николаевичем Войновичем, великим русским писателем, автором книг, вошедших в историю. Солдат Чонкин, его великий, бессмертный персонаж. Войнович умер под Москвой в ночь на субботу. Я всего несколько раз с ним встречался, мы очень коротко разговаривали, в том числе спасибо Эхо Москвы. Я помню, до сих пор у меня эфир заканчивался, у него начинался, а еще один раз у него заканчивался, у меня начинался. И мы встречались вот в этой замечательной комнатке в пересменке Эхо рядом с приемной главного редактора, куда приводят всех гостей. и там замечательные фотографии, портреты, там лежат журнал «Дилетант», там два диванчика, и вот там гости ждут эфира или отдыхают после эфира. Вот Ксения Ларина нас фотографировала, нет у меня этой фотографии, до сих пор очень жалею. Замечательный, очень оптимистичный, великой силой, оптимизмом был человек. Вот почитайте Войновича, послушайте его. Человек много прошел, он был лишен гражданства, он не имел возможности свободно работать, он был вынужден в 80-м году эмигрировать, но какая сила энергии, какая сила улыбки и смеха сохранилась в съемке. Он смеялся над этой властью, он понимал, что она конечна. Будучи человеком уже преклонных лет, он понимал, что те люди, которые себя изображают как совершенно всесильные, абсолютно всесильные, они конечны. Москва 2042, все сказано, все нарисовано в этой книге, мы с вами можем только восхищаться и преклоняться пророческим возможностям гениев культуры. Именно у людей культуры есть способность к пророчеству, способность к предвидению. Это очень редкий дар. И писатели одни из тех людей, кто могут предвосхищать будущее, но при этом они же показывают нам пример внутреннего, настоящего, исконного, природного оптимизма. Вот такой оптимизм был у Войновича. Низкий ему поклон, очень печальная весть о его уходе из жизни. Александр Травкин спрашивает, что должно произойти, чтобы народ у нас стал просыпаться, НДС повысили, пенсионный возраст подняли. Ваше мнение? Александр, мое мнение, что все идет своим чередом. Власть показывает себя, как говорит молодежь, власть расчехляется, показывает свое реальное лицо. Люди понимают происходящее и начинают вызревать. Протест против советского режима зрел десятилетиями. Протест против этого режима будет зреть годами намного быстрее. Никакие 80 и 70 лет не нужны для того, чтобы рухнула та система власти, которая сейчас построена в нашей стране. Она не может пережить открытое информационное общество. Там было общество закрытое, общество тоталитарное, а сейчас у нас общество, власть авторитарное, общество, ограниченное в своих возможностях, но тем не менее мы живем в свободном информационном обществе, доступ к информации без препятствий. Другое дело, что свободных источников информации крайне мало. Очень мало. Но это уже другая история. Человек, желающий узнать правду, узнает ее и в том числе примеряет ее на себя самого. Поэтому капля камень точит. Ольга Лавриненко пишет «Черный кофе» как раз пример бессмертной классики. Жаль, что они вместе с Арией стали провластными. Их творчество сразу стало хуже. Конечно, Ольга, вот вы только что подтвердили то, что я сказал. То, что они писали в 80-х, 90-х, действительно достойное творчество. Как стали провластными, сразу испортились. Ну, конечно, рок-музыканты не могут быть за власть. Ни за какую. Даже самую демократическую. Рок – это оппозиция. Это культурная оппозиция любой власти. Самой честной власти. Потому что рок – это протест. Это протест против несправедливости, которая есть всегда. Это протест против нечестности, которая есть всегда. Это очень важно. Вот. Василий теперь даже рассказал, рассказал, что он из Кабардино-Балкарии нальчик. Здорово. Здорово. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Андрей Силанцев цитирует фразу, которая приписывается Пушкину на самом деле. В России нет закона, в России столб стоит, к столбу закон прибит, а на столбе корона. Андрей, может быть, и Пушкин. Пушкин вообще много чего написал. Великое завещание Пушкина в его знаменитом стихотворении о воздвигнутом монументе. Я памятник себе воздвиг, воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа и дальше те самые знаменитые строки. И долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. О добре, свободе, о человечности, говорил Александр Сергеевич Пушкин. Это, мне кажется, замечательное завершение нашего сегодняшнего эфира. Друзья, в самом завершении эфира я хочу сказать вам, что у нас буквально сегодня, ну, можно сказать, вчера, вышел в свет новый сайт Donate Schlossberg.ru. Это, на самом деле, тот же самый адрес. Вы сейчас увидите его на экранах ваших мониторов. Но сайт совершенно другой. Посмотрите на него. Он стал очень интересным. Огромное спасибо сейчас на связи с нами Иван Меньшинин. Это вот тот самый Иван Меньшинин, который сделал этот сайт вместе с нашим помощником, участником нашей команды из Новосибирска Сашей Титовым. Иван, Саша, огромное вам спасибо. Вы сделали совершенно роскошную работу. Я уверен, что теперь многие наши сторонники будут находить на этом сайте ответы на те вопросы, на которые раньше, может быть, не находили. Вы сейчас увидите, друзья, результаты почти завершившегося июля. Окончательно мы узнаем это завтра. Но, тем не менее, мы собрали с вами в течение июля почти 150 тысяч рублей. Спасибо вам большое. А с начала года миллион 700 тысяч рублей. На первом месте по-прежнему Москва, Петербург. Дорогое большое спасибо нашим столицам. Вот другие наши участники сбора средств могут подтягиваться. Друзья, мы ведем с вами огромную фандрайзинговую кампанию, большую избирательную кампанию. Напоминаю вам, что мы вышли на выборы в пяти районах и пять блестящих прекрасных кандидатов на главы районов, которых я подробно рассказывал в эфире 23 июля. Даже отдельный фрагмент вырезан лежит на канале Гражданин ТВ. Посмотрите там рассказ о наших лидерских кандидатах. Пять кандидатов в главы района, кандидатов депутата областного собрания и еще 12 кандидатов на муниципальных депутатских выборов. Нам для этой огромной избирательной кампании нужно около 10 миллионов рублей. Мы надеемся примерно половину этих денег собрать с помощью добровольных пожертвований. Большая вам просьба, друзья, расшаривайте везде наш новый сайт, пишите, что он обновился, что у него совершенно другое лицо, лицо, которое, безусловно, интереснее, ярче, многограннее, чем было раньше. Я убедительно прошу всех вас еще раз рассказать своим друзьям, знакомым о том, что есть такая команда «Псковское яблоко», которая на каждых выборах, делает все для того, чтобы победить и доказать людям, что с помощью выборов можно мирно сменить власть. Сначала на нашей малой родине, потом во всей нашей стране. Пожалуйста, жертвуйте нам деньги, потому что мы побеждаем на выборах только благодаря вашей поддержке. Спасибо большое всем, огромное спасибо всем, сотням и сотням людей. Я не смог посчитать все поздравления, которые я получил вчера, к дню рождения. Огромное спасибо, друзья. Это больше, чем я мог себе представить. Я надеялся как-то тихо, спокойно пережить 30 июля и, что называется, вернуться к работе. Но вот вчера вы напомнили мне о вас. Огромное спасибо. Я еще не все прочитал. Наверное, на выходных я доберусь до всех ваших поздравлений. Каждому из вас, вот целый день буду сидеть, но каждому из вас я обязательно отвечу, напишу вам большое спасибо. Еще раз спасибо. Мы продолжаем нашу работу. Всего доброго. Подписывайтесь на Гражданин ТВ. Будем вместе.